Как часто вы сталкиваетесь с хамством в вашей повседневной жизни, с агрессивным поведением в общественном месте, на работе, да даже в собственной семье? И как вы реагируете на это хамство? Вы хамите в ответ, вы пытаетесь физически наказать вашего обидчика или же вы уходите, а потом целую вечер в вашей голове прокручиваются разные сценарии того, как вы могли бы разрешить эту конфликтную ситуацию. С вами Екатерина Шурова, врач-психиатр-психотерапевт, и как вы поняли, мы будем говорить с вами о хамстве. Да, к сожалению, так случается, что хамство достаточно частое явление в нашей жизни. Нам могут нахамить в общественном транспорте, когда наступают на ногу или толкают. Начальник может вести себя агрессивно по отношению к нам. Да даже близкие люди, например, муж или жена, приходя с работы в плохом настроении, могут вести агрессивно. И что же тогда делать? Как быть в этой ситуации? Как сохранить свое психологическое и физическое здоровье? Если так случилось, и перед вами человек, который в отношении вас агрессирует, идеальный способ, идеальный путь решения проблемы – это разворачивайтесь и уходите. Не вступайте в конфликт. Не пытайтесь нагрубить человеку, который агрессивен по отношению к вам, поскольку это может закончиться не очень благополучно. Вы же не знаете, какие действия он предпримет в ответ. А оказаться в полиции вместе с вашим обидчиком или того хуже на больничной койке не очень-то и хочется. Я подчеркну, что агрессия в ответ – это не лучший способ отвечать на конфликт. Быть может, если вас в автобусе или в метро или в каком-то другом общественном транспорте вам кто-то нагрубил или кто-то нахамил, и вы отвечаете грубостью, и, может быть, от этого получаете удовлетворение. При этом вы понимаете, что вы этого человека больше никогда в вашей жизни не увидите. А что делать, если грубит вам муж, жена, отец, мать или начальник на вашей работе, или начальница? Как быть с этим? И для этого существует несколько способов решения конфликтов. Итак, первый способ, когда вы уже в конфликтной ситуации, когда перед вами человек, который хамит, грубит, вообще выглядит агрессивным и совершает агрессивные действия, ваш адрес, например, машет руками, при этом нецензурно пытается выражаться. Что нужно делать? Задавайте прямые вопросы. Задавайте прямые вопросы и говорите о том, что человек делает. Например, начальник вам, на вас кричит. Вы можете у него спросить, Олег Владимирович, вы кричите на меня? Для чего вы это делаете? Или пришел муж с работы и говорит жене, фу, какая ты неряха. Обед невкусный, уроки у детей не выучены. И вообще, я хотела себе другую жену. И тогда жена может у него спросить, зачем ты меня стыдишь? Для чего ты это делаешь? И это конкретные вопросы на действия человека, который находится в состоянии агрессии. А дальше вы уже продолжаете, да? Если вас что-то не устраивает, или если во мне тебе что-то не нравится, скажи, что. И мы вместе можем понять, как это исправить. Или скажи, что ты хочешь, и я это сделаю, если это в моих силах. Это отличный способ коммуницирования между людьми. Но, к сожалению, как и на работе, так и в семье, этот способ коммуникации не всегда променяется, хотя он очень полезен. Следующее. Не говорите человеку в агрессии слово «успокойтесь». Не пытайтесь его успокоить и говорить ему, ну что же ты успокойся? Не надо этого делать. Ну, представьте сами, вы злитесь, внутри вас бурлит вулкан страстей, у вас много ярости, много агрессии. И человек, который это вызвал, или предмет, который это вызвал, и человек находится рядом с вами, говорит вам «успокойся». Вы что, будете успокаиваться? Да нет, конечно. Вы еще больше будете злиться. Вашей энергии будет еще больше. Поэтому слово «успокойся» как раз и наоборот будет провоцировать вот эту вот агрессию. Поэтому забудьте про слово «успокойся» по отношению к человеку, который находится в раздражении или который находится в состоянии агрессии. Лучше сказать ему просто. «Когда ты успокоишься, мы вернемся к нашему разговору». Или подождать, когда человек успокоится, выпустит пар, проорется, продышится. И тогда вы можете подойти к нему и сказать «Слушай, а что случилось?» Что с тобой произошло? Как так получилось, что ты стал злым, что ты стал агрессивным? Давай мы поговорим с тобой об этом. Может быть, я могу тебе помочь? Давай только начнем наш разговор. Вызывайте эмоции удивления. Что значит вызывать эмоции удивления? Это значит, что вы на хамство реагируете нестандартными способами. Например, вам хамит, грубит или агрессивно ведет по отношению к вам ваш начальник или начальница. А вы ему говорите «Елена Николаевна, у вас такой красивый шарф, вам так идет пиджак». То есть вы делаете комплименты. И это вызывает у вашего собеседника реакцию удивления, эмоцию удивления. А вам дает несколько минут на то, чтобы немножечко прийти в себя, на то, чтобы самому как-то успокоиться. И когда вы говорите комплименты, когда вы подчеркиваете, как человек хорошо выглядит, вы помогаете немножечко спустить пар. После того, как растерянный человек пришел в себя, его агрессия будет не такая яркая. Да, возможно, он был чем-то недоволен. Но тогда вы можете у него уже спросить. Вы сейчас на меня кричите. Скажите, что вызвало у вас такую реакцию? Что я сделала не так? Как мне можно это исправить? И тогда ваш разговор пойдет в более конструктивном русле. Занимайте позицию рядом. Что это означает? Ну вот, представьте, вы офисный менеджер. И к вам приходит клиент, который должен был получить заказ несколько дней назад. Ну, допустим, 3 или 4 дня назад. Вместо этого товар, который он заказал у вашей фирмы, он получает спустя неделю. Естественно, клиент недоволен. Он приходит и говорит, что это такое? Мой заказ должен был поступить 3 дня назад. Почему вы его не доставили? Я ничего не хочу слышать. И, конечно же, он вам. Он ведет по отношению к вам себя достаточно агрессивно. В этот момент ваша реакция – это встать рядом с ним. И сказать ему, уважаемый Олег Валерьевич, Вы правы, это действительно ужасно, что вас, ваш заказ задержали. Но, к сожалению, служба доставки у нас сейчас работает не совсем быстро, поскольку доставки из-за рубежа, и дальше вы уже объясняете, почему так случилось. А следующее – это вы предлагаете компенсацию за задержку товара вашего клиента. Ну, например, мы признаем, что задержали ваш товар. Мы можем вам оплатить доставку, или мы можем вам как-то по-другому компенсировать. Следующее, что можно сделать в конфликтной ситуации – делайте конкретные замечания. Говорите грубияну конкретные факты, которые сейчас происходят в вашем разговоре. Например, не нужно говорить «Вы ведете себя грубы по отношению ко мне, и у вас хамское поведение». Нет, говорить нужно немножечко по-другому. Вы говорите так «Я прошу не повышать на меня голос». «Я прошу не говорить вас обо мне в третьем лице, когда я стою рядом». Если вам интересно, я могу рассказать, как я реагирую на хамство. Например, если это хамство где-то в общественном месте, конечно же, я уйду из этого места. Ну, потому что мне не очень хочется трачить свои силы, тратить свою энергию на человека, который агрессивен по отношению ко мне. А потом я же не знаю, что за это мне будет. А хочется все-таки пожить как можно дольше. Если же человек грубит и хамит мне, и это связано на работе, то я очень люблю прием касательно вызывания эмоций и удивления. То есть я начинаю говорить о том, как человек хорошо выглядит, как хорошо ему идет его костюм. И вообще я подчеркиваю его достоинства. И тогда получаю время для того, чтобы немножко передохнуть и разговор повести в более конструктивное русло. Если это происходит в моей семье, а, к сожалению, мы не застрахованы от конфликтов, от ссор, мы все устаем на работе, и мы проходим домой раздраженными, и иногда нам пар этот нужно выпустить, и тогда мы цепляемся за наших близких, чтобы наше раздражение разрядить, тогда я просто жду, когда мой муж успокоится. Иногда он мне прямо об этом говорит, что подожди, когда я успокоюсь. Я не пристаю к нему с вопросом, ну скажи, что происходит, ну давай поговорим. Как у нас жены любят делать, знаете, муж ей говорит, отстань от меня. Она начинает вокруг него зайчиком скакать, пока уже не получит по ушам. Так вот, когда мне мой муж говорит о том, что отстань от меня, я от него отстаю. Я дожидаюсь, когда он приходит в ровное настроение, и я начинаю с ним говорить. Я прошу рассказать о том, что с ним происходит, что с ним случилось, как он себя чувствует. И тогда я уже понимаю, что с ним случилось, и что не я была виной его агрессии, не мои действия, а ситуация, которая сложилась в его, может быть, рабочей жизни или еще где-то. И тем самым мы избегаем конфликтных ситуаций. Я обычно, как в этих случаях делаю, если вам нахамили в общественном транспорте, на работе и где-то еще, и вы не смогли ничего сделать, но пришли домой и стали прокручивать в голове сотни, десятки вариантов развития событий. Вот уж фрукт свалился на мою голову, ну что ли! Как было бы здорово, если бы в каждом подвальном окне сидел суфлер и подсказывал хлесткий ответ. Тогда бы и самый робкий человек знал, что сказать. Вот вы-то абсолютно точно не фрукт, потому что даже у яблока есть сердцевина. Я в этом случае предлагаю вести так называемый дневник. Он состоит из нескольких колоночек. Первое – это дата и время. Второе – событие. Третья колонка – чувства. Какие чувства у вас вызвало данное событие? Четвертая колонка – это мысли. Какие мысли у вас возникли, когда данное событие произошло? Пятая колонка – что я сделал? И шестая колонка – как я мог поступить по-другому? То есть вы не прокручиваете в голове множество мыслей, множество сценариев. Вы приходите домой и в свой дневник записываете ситуацию, которая с вами случилась. Ну, например, я опоздала на работу. Подходит ко мне мой начальник и говорит. «Почему ты опоздала на работу? У нас сейчас проверка!» А я ему начинаю говорить в ответ. «Да я опоздала всего на 10 минут! Это не считается!» И быстро убегаю к себе в кабинет, чтобы спрятаться. Что я пишу в своем дневнике? Ситуация. Я опоздала на работу, и начальник сделал мне замечание, при этом говорил со мной на повышенных тонах. Что я испытала? Я испытала страх, я испытала стыд. Какие мысли в моей голове появились? «Боже мой! Он на меня кричит! Меня, наверное, уволят или лишат премии. Мне надо быть в следующий раз более внимательной!» Или «Да что же он на меня кричит? Лучше бы он заткнулся поскорей!» И это тоже мысль, которая может прийти к вам в голову. Что я сделала? Я накричала на него в ответ и убежала. Как я могла поступить по-другому? Ведь, да, действительно, я опоздала. Да, действительно, меня предупреждали о том, что, возможно, у нас будет проверка. Я могла извиниться, потому что, действительно, это мой косяк. И сказать «Извините!» Я не рассчитала время больше такого не повториться. И с гордо поднятой головой уйти в закат. А как насчет противоположной ситуации? Не вам хамят, а вы хамите. Вы начинаете быть агрессивным по отношению к окружающим. Например, вы едете в метро, очень много народу. Это нормальная ситуация в Москве, особенно утром и вечером. И вам наступают на ногу. При этом человек, который вам наступает на ногу, он, потупив взгляд, говорит «простите» или просто ничего не говорит, и отворачивается. Но ваша реакция, она подобна вулкану. Вы говорите ему «Ах, ты такой сякой!» Мы цензурно не выражаемся на нашем канале. «Ты мне наступил на ногу, чтобы у тебя что-то случилось со здоровьем!» Но по большому счету, да, действительно человек неправ, что причинил вам физическое неудобство, при этом не извинился. Но так ли действительно нужно реагировать? Ведь по большому счету угрозу вашей жизни и вашему здоровью это не несет. Но вот ваше агрессивное поведение может как раз и послужить угрозой вашей свободе, потому что 15 суток ареста еще никто не отменял. Вашему физическому здоровью, а не дай бог человек, на которого вы кричите или по отношению к которому вы агрессивны, просто вас ударит. А если это будет боксер, который, не рассчитав удар, отправит вас в нокаут, в реанимацию на пару месяцев, и ваше агрессивное поведение достаточно травмирующее для вашей психики, и тогда я бы рекомендовала обратиться к специалисту, либо это врач-психотерапевт, либо это клинический психолог, который помог бы справиться вам с вашей агрессией, понять, как формируется этот комок злости, как с этой энергией можно управляться, и как перестать реагировать на подобные вещи, которые с вами случились в метро. И последнее, что можно предпринять для того, чтобы конфликтная ситуация прошла для вас с наименьшими потерями, это, конечно же, не быть жертвой. Потому что именно человек, который живет с позиции жертвы, у которого психология жертвы, он чаще всего подвержен как буллингу со стороны руководства и сотрудников на работе, так и хамскому и агрессивному поведению в своей собственной семье. А вот как не быть жертвой смотрите в нашем следующем видео. Почему нам сложно так удерживать собственные границы? Да потому что нас просто этому никто не учил. Вспомните наших родителей, вспомните наше детство. Разве нам мама с папой говорили о том, что вот здесь проходит твоя граница, твои границы – это не только когда до тебя дотрагиваются, когда ты не хочешь, чтобы до тебя дотрагивались, но и когда тебе навязывают чужие мысли, чужие чувства, когда ты делаешь то, что тебе не нравится делать. Наши родители нас этому, к сожалению, не учили. Этому учит нас либо специалист, либо сама жизнь. И поэтому нам так сложно понять, а где проходит наша граница? Как я могу сказать «стоп», а как я могу сказать «нет»? Как я могу отделить свои чувства от чувства другого человека? И когда мы начинаем свои границы простраивать, а самое важное – удерживать эти границы, люди, которые это видят, они же не привыкли к этому. Они начинают быть грубые по отношению к нам, они пытаются у нас чувство вины вызвать, для того, чтобы эти границы просто проломить. Как выстраивать границы, как удерживать границы? Этому сейчас учат психологи, учат психотерапевты. Если не можете сказать «нет», если вам с вашими границами тяжело, и вы вообще не понимаете, что такое граница, а в вашем представлении граница – это забор между двумя странами, и к вам это не имеет никакого отношения, но при этом вы понимаете, что жизнь ваша не очень счастливая, тогда вам прямой путь к психотерапевту. Подавленные эмоции, они крайне неблагоприятно влияют как на наше психическое, психологическое здоровье, так и на наше физическое здоровье. Например, подавленная злость может вызвать заболевание желудочно-кишечного тракта, или разочарование может спровоцировать депрессию. Поэтому те эмоции, которые мы закапываем внутрь себя, они, конечно же, дадут о себе знать. Например, зависимость. Что такое зависимость? Зависимость – это болезнь чувств, которых я не хочу чувствовать. Когда у меня много во мне много злости, когда во мне много страхов, когда во мне стыд, когда во мне вина, мне как легче с этим справиться? Конечно, с помощью употребления алкоголя или наркотиков. Так формируется наркотическая или алкогольная зависимость. Если у вас появились вопросы, комментарии, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Екатерина Шура.